Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем беседы по книге Бытия. И сегодня мы будем читать 14 главу этой книги по тексту Синодальной Библии с оглядкой на торгум, то есть на расширенное изложение событий, так как это делалось в древности. Итак, 14 глава начинается словами. «И было во дни Амрафэла, царя Синаарского, Ариоха, царя Илоссарского, Кадерламэра, царя Иламского и Фидала, царя Гаимского. Пошли они войной против Беры, царя Содомского, против Бирши, царя Гоморского, Шинава, царя Адмы, Шемевера, царя Саваимского и против царя Белы, которая есть Сегор». Здесь с 1 по 12 стих рассказывается о битве царей или походе четырех царей против пяти. В понимании святителя Амвросия Медиаланского на аллегорическом уровне пять царей символизируют пять телесных чувств, с которыми ведут сражения четыре царя соблазны плоти и мира. Таким образом, Библия, конечно же, не учебник истории, а это книга, которая всецело обращена к каждому из нас, и она подсказывает нам, что может с нами происходить. «Все Сии соединились в долине Сидим, где ныне море соленое. Двенадцать лет были они в пробощении у Кадерламера, а в тринадцатом году возмутились». А это о чем? В двенадцать лет в жизни человека пробуждаются плоские чувства, интересы. В тринадцать лет возмущения, осквернения, нецеломудренные разговоры, поступки. И если до двенадцатилетнего возраста все это дремлет, то потом всплеск первых интересов чувств, потом начинаются падения. И давайте посмотрим, что пишет святитель Амбросий Медиаланский. Это его трактат об Аврааме. «Мы рассмотрели преуспеяние благого ума, который, оказавшись в пороке опасного отклонения, тот час возвышает себя к поискам дара мудрости, наследия праведности. Следующая группа фрагментов, то есть библейских, учит тому, сколь вредны пороки, которые соединены с легкомыслием. Ведь те четыре царя, которые одержали победу над пятью царями, и увели всю конницу садомитян, захватили также лота, сына брата Авраама, и ушли. Пять царей, суть пять чувств нашего тела, зрение, обоняние, вкус, осязание и слух. Четыре царя суть телесные и мирские обольщения, потому что человеческая плоть состоит из четырех стихий. Таким образом, мы видим, что в Священном Писании все духовно и описание этих древних событий имеет смысл для нас, ибо Господь собеседует с душою каждого из нас через этот текст. Двенадцать лет были они в порабощении у Кадер-Ламера, а в тринадцатом году возмутились. И мы точно знаем, что до двенадцати лет дети очень охотно ходят в храм, а потом начинается. А в четырнадцать лет уже борьба, и пятый стих сообщает, в четырнадцатом году пришел Кадер-Ламер и цари, которые с ним и поразили Рафаимов, ваш Теров Корнаеми, Зузимов в Гаме, Эмимов в Шаве к Ряфаиме и Хореев в горе их Сейр до Эль-Фарана, что при пустыне. И, возвратившись оттуда, они пришли к источнику Мишпад, который есть Кадес, и поразили всю страну Ам-Эли-Китян и также Ам-Ареев, живущих в Хацаон, в Амале. И вышел царь Содомский, царь Гаморский, царь Адме, царь Саваимский и царь Белы, который есть в Сегор, и вступили в сражение с ними в долине Сиддим, с Кадер-Ламером, царем Иламским, Фидалом, царем Гаимским, Ам-Рафелом, царем Синаарским, Ариохом, царем Эл-Асарским, четыре царя против пяти. То есть греховные чувства, четыре борются с пятью человеческими чувствами, свойствами. В долине же Сиддим было много смоляных ям, и цари Содомские и Гаморские, мы знаем порочность этих людей, их имена нарицательные, какие из них воины. Обратившись в бегство, упали в них, то есть в соляные ямы, то есть Содомиты уже в этой жизни как бы перепачканы смолою адского огня вечной преисподней, которая ожидает их, если они не раскаются. А остальные убежали в горы, то есть для других людей легче как-то спастись, если таких серьезных грехов нету. Победители взяли все имущество Содома и Гаморы и весь запас их и ушли. И взяли Лота, племянника Аврамова, жившего в Содоме, и имущество его и ушли. Он не жил в Содоме, когда мы последний раз читали о Лоте, он раскинул свои шатры до Содома, а интеграция продолжалась, он интегрировался в общество Содома и Гаморы, и он теперь разделит судьбу жителей Содома и Гаморы, оказывается, в плену эти греховные страсти, четыре страсти раздирают его пять человеческих чувств. То есть, он сам, как бы, не понимая того, совершил переселение, стал жить среди Содомитов, а это группа риска. Не только риск заболеть СПИДом, но когда нашими соседями являются грешники, как сказано в Писании, худые сообщества развращают добрые нравы. И пришел один из уцелевших и известил Авраама еврея. Вот здесь впервые употребляется слово еврей по отношению к Аврааму, потому что Авраам это первый еврей. Я напомню, слово еврей означает с другой стороны ефрата, то есть перешедший реку. Перешедший реку. Авраам это первый человек, который покидает мир языческой Месопотамии, переходя Ефрат, это был рубеж его переселения, и он как бы бросает вызов всей языческой цивилизации. В то время еврей это человек, который стоит по одну сторону реки, а весь остальной мир по другую сторону реки. Авраам противостоял всем и всему. И пришел один из уцелевших и известил Авраама еврея, жившего тогда у Дубравы Мамры, амориянина брата Ишколу и брата Анеру, которые были союзники Авраамовы. Авраам услышав, что сродник его взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его 318 и преследовал неприятелей до Дана. О чем это? Рожденные в доме его 318 человек. Что у него там роддом что ли был? 318 рожденных в доме его. О чем это? Дом по-еврейски бейт, означает прежде всего дом учения. Эти 318 человек духовно рождены в его доме. Помните, когда Христос беседовал с пожилым Никодимом, он ему сказал, тебе надо родиться свыше. А тот не понял и сказал, что я должен залезть в живот к матери, потом опять вылезти, на что Христос ответил, рожденные от плоти есть плоть, рожденные от духа есть дух. Как в Харане Авраам и Сара буквально делали души людей, обращая их в единобожие, так и в этих их поселениях люди духовно рождались в единобожие, отвергая язычество. Или нам пришлось бы признать, что у них был там целый роддом и 318 рожденные в этом доме остались в нем жить. И преследовал неприятелей Дадана, то есть община Авраама это религиозная община, и слово еврей тогда не означало нацию, а означало религиозную принадлежность, это человек или сообщество людей, которые бросили вызов остальному языческому миру. И между Месопотами и Египтом они кочевали, сохраняя верность единому Богу. И разделившись, напал на них ночью сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Ховы, что по левую сторону Тамаска. Здесь мы видим, что Авраам потребляет военную хитрость, ночью вся эта его группа разделилась, и нападение на врагов было с разных сторон, а так как ночью невозможно рассмотреть, создавалось впечатление, что это разные армии нападают на них, и возвратил все имущество, и лота сродника своего, и имущество его возвратил также и женщин, и народ. Авраам оказался победителем. Если вы когда-нибудь посетите в Москве Донской монастырь, насколько я помню, там сохраняются барельефы из храма Христа Спасителя, подлинные барельефы на военные темы, и там как раз изображение Авраама, который с трофеями возвращается после победы, его встречает Мелхаседек, Малкицедек, царь Салима. Когда он возвращался, то есть Авраам, после поражения Кадерламера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина царская. Сначала была как бы битва в долине царей, сейчас здесь происходит торжество по случаю победы. И Мелхис Седек, по-еврейски Малкицедек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего. Вот это таинственная личность священника Бога Всевышнего, и в Новом Завете говорится, что у него не было родословия, и он символизирует собою Христа. Но мы имеем родословие Христа по плоти, но по духу какое может быть родословие у Бога, который безначален. Само имя Мелхиседек, Малкицедек состоит из двух слов. Мелхи, Мелех, царь, Мелхиседек, цедек, праведный, цадик, то есть царь праведности, царь праведный. Также он называется здесь царь салимский. Салим это Иерусалим, шалим, а приставка Иры к Салиму, шалиму, будет, когда Авраам назовет место, где он приносил в жертву Исаака Яхве Иры, то есть Господь усмотрит. И Мелхиседек, царь салимский, вынес хлеб и вино, извините, хлеб и вино, Августин обращает на это внимание, это евхаристические символы по Августину Мелхиседек таинственной, это сам Христос, который является Каврааму в момент его военного триумфа и причащает его телом и крови. Вы скажете, а как такое может быть? Ведь Христос воплотится через много и много поколений. А вы спросите себя, а как на Тайной вечере Христос причащал своей кровью и своей плотью учеников, ведь он еще не был распят. Бог не ограничен ни временем, ни пространством. Есть истолкование, что Малхиседек, Малхиседек, это Сим, сын Ноя, породитель всех сынов Эверовых и самого Эвера. Есть разное объяснение, но для нас более приятно, что это образ Христа, действующего в истории. Христос, который говорит о себе, что он Альфа и Омега, начало и конец, он подлинный смысл человеческой истории. Ведь Бог собеседует с патриархами, пророками, Бог Отец, в логосе, слове, сыне своем и евхаристические знаки, хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего и благословил его, Малхиседек благословляет Авраама, большее благословляет меньшего. И сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои, Авраам дал ему десятую часть из всего. Авраам приносит ему десятину, которые, кстати, приносился прежде всего Господу, потому что в Ветхом Завете Господь прямо говорит «отдайте мне мои десятины». Таким образом у нас Авраам оказался между Мелхиседеком, который символизирует собой Христа с евхаристическими символами, хлебом и вином, а с другой стороны царь Содома. и некоторые страны, которые находятся рядом с нашей благословенной землею, они еще с кем-то соседствуют, и они всегда делают выбор. И сказал царь Содомский Аврааму «отдай мне людей, а имение возьми себе». Возможный перевод в славянской традиции «отдай мне мужей, коней возьми себе». О чем это? В понимании некоторых экзегетов царь Содомский прежде всего думает о мужах, о мужчинах. Он готов расстаться со стадом коней, ему от мужиков подавай. Настолько извращен был этот человек. Мы далее, когда будем говорить об уничтожении Содома Гамора, мы более подробно поговорим о гомосексуальном чувстве и о том, что об этом говорится в Священном Писании. Как поведет себя Авраам? Возьмет ли он коней или добычу от царя Содома? Как некоторые сейчас ждут гуманитарную помощь из разных стран противостоя России православной. Но Авраам сказал царю Содомскому «Поднимаю руку мою пред Господу, Богом, поднимаю руку мою Господу, Богу Всевышнему, владыки неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал «Я обогатил Авраама». И в Новом Завете говорится, что надо гнушаться даже одеждой, которая осквернена плотью, плотью, преданной блуду, извращений. Есть грехи, которые все марают вокруг себя. И проблемы людей с такой болезненной гомосексуальностью, они как бы все имеют на глазах очки. И через эти очки они всех видят в том свете, в какой окрашены эти очки. Эти люди вокруг себя везде видят гомосексуальность. Им кажется, что все такие, как треснутые очки, не дают человеку возможность увидеть правильное изображение. И всех и вся редят свой цвет. Авраам говорит, даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама. Далее он добавляет, кроме того, что съели отроки и кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мною, НР, Эшкол и Мамри, пусть возьмут свою долю. То есть положенная контрибуция, она может быть взята даже с этого нечестивого человека, который своим существованием был обязан Аврааму, который, спасая Лота, своего племянника, спас и этого нечестивого царя, и его нечестивый народ, впрочем, уже предназначенный Богом к уничтожению. Сегодня мы окончили очередную главу. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вам не пропускать очередных встреч, бесед по главам книги Бытия. Спаси Христос. Христос.